Мы нередко думаем, что нам нужно учиться у заграницы, где многие проблемы решены раньше, чем у нас. Но специалисты по транспорту из всей Европы принимают нас за равных. Готовы перенимать наш опыт, например, открытие Таллина к морю, дигитального делопроизводства и разгрузки центра от фур благодаря Рэйди Тэм. То есть речь идет о равном партнерстве, обмене опытом, в чем убедился побывавший на съезде вице-мэров Европы по транспорту наш гость, вице-мэр Андрей Новиков. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, как прошла ваша встреча и самое главное, чем Таллинн может похвастаться? Что у нас есть новенького? Самое главное, наверное, это то, что мы можем все-таки перенять у других, потому что хвастаться одно дело, а что-либо делать, улучшать, это совершенно другое. Здесь, конечно же, обмен меня всегда важен. Что касается общей тенденции, которая, в принципе, затрагивает все столицы Европы, то это снижение скорости. Это головная боль всех, это двухколесные, будь то электросамокаты, будь то велосипеды. Причем, если у нас, в общем-то, мы относимся к ним одинаково, то есть для них обоих предназначены спецполосы, и мы их строим, то в других странах подход разный, подход разный с точки зрения, где их можно парковать, где какие скоростные ограничения. То есть, ну, для всех это, конечно же, головная боль. Большие дискуссии идут на тему парковки. По всей Европе, в принципе, их места сокращаются. И, конечно же, для всех приоритет общественного транспорта. Здесь Сталин, конечно же, смотрится хорошо. Мы обновили общественный транспорт. Сейчас мы готовим к обновлению саму сетку общественного транспорта. То есть это то, чем мы занимаемся, и то, чем занимаются другие столицы. То есть, действительно, общественный транспорт для всех – это абсолютный приоритет. После этого уже идут другие виды транспорта, и они, на самом деле, исходят из того, сколько кто занимает место на дороге. То есть, чем меньше места занимает конкретный вид транспорта на дороге, тем он более приоритетный. И, соответственно, из этого выстраивается логика как градостроения, так и транспортной политики. Электросамокаты, с одной стороны, это очень замечательно, здорово, зеленый вид транспорта. А с другой стороны, пешеходы их, ну, мягко говоря, недолюбливают. Автомобилисты тоже непонятно, можно ли им ездить по тротуарам. А если можно, то с какой скоростью. Что государство приняло, где можно ездить, с какой скоростью, то везде и действует. То есть у местного самоуправления только по договоренности с операторами есть возможность уменьшения, например, скорости, что мы сделали в старом городе или в определенных парках. То есть там мы снизили предельно допустимую скорость до 10 км в час. И эта политика, в общем-то, работает. Что же касается велотранспорта, то я думаю, что этим летом, когда будет больше велосипедистов, то у нас появятся и проблемы с велосипедистами, потому что у велосипеда так или иначе скоростной режим практически не регулируется. И если их много, то аварии, конечно же, будут. Но ничего с этим не поделаешь. Мы стараемся дать каждому участнику движения наиболее безопасную среду, в том числе для того, чтобы не мешало другим. И я думаю, что эту политику мы продолжим. То есть мы делали и красные велодорожки, и отделяли физически разных участников движения. И в этом году мы, конечно же, продолжим эту политику. И у нас уже есть также разработанный план, так скажем, продолжения быстрых решений в области велотранспорта или самокатов. И мы его начнем внедрять, как только погодные условия нам помогут. Кстати, о погодных условиях. Можно вас поздравить. Вы открыли вместе со своим европейским коллегой велосезон, прокатились по улицам Парижа. Мы на самом деле катались не просто для того, чтобы прокатиться, а катались конкретно вокруг Лувра, где раньше было 2 плюс 2, оживленное движение. Они на самых оживленных трассах просто взяли и убрали оттуда автодвижение. Это одно из самых радикальных решений. И, конечно же, надо смотреть, какие будут результаты. Где-то оно применимо, где-то неприменимо. Спасибо большое. Ну что ж, будем ждать с нетерпением летом. Спасибо.